В Екатеринбурге автохам, которому не позволили вклиниться в затор машин на перекрестке, догнал своего обидчика и несколько раз попытался его подрезать. Слушай, смотри, у тебя пищевые. Да и все. Не надо. Перестань себе, у тебя сердце. О встрече с автохамом на улице 8 марта Екатеринбургскому городскому порталу Е1 рассказал инвалид второй группы Александр. По его словам, в пятницу на улице 8 марта в районе ювелирного завода было очень плотное движение, а перед светофором собиралась пробка. Водителю серого Хавейла, видимо, не досуг было стоять со всеми. Он проехал до светофора в левом ряду, предусмотренном для поворота, и попытался вклиниться в правый. Далеко не все водители готовы уступать таким перестраивальщикам. Александр тоже не уступил. И, как позже рассказал водитель Хавейла, еще и показал ему неприличный жест, который, по его признанию цитата, оскорбил его мужское достоинство. В итоге Хавейл преследовал инвалида несколько километров, стучал ему в боковое стекло. А когда жена Александра через открытое окно началась снимать его телефоном, отобрал телефон, закрылся в своем тонированном китайце и не отдавал смартфон, пока не удалил с него все кадры конфликта. По словам Александра, автохам называл себя прокурорским работником и даже якобы демонстрировал какие-то корочки. В пресс-службе прокуратуры серьезно отнеслись к запросу журналистов, провели проверку и ответственно заявили, что ни у кого из работников прокуратуры данной машины в частном пользовании нет. Это позже подтвердил и водитель Хавейла, вышедший на связь с журналистом Е1. По его словам, никаких корочек он не показывал, а лишь спросил инвалида, если бы он был при исполнении, Александр также бы повел себя. Вот что рассказал мужчина-водитель Хавейла. Цитата. «Ничего плохого. Знаете, сколько проблем я решаю в городе? Я общаюсь и работаю с людьми с авторитетом. У меня куча встреч, договоров. Мне что больше делать нечего, как за ним бегать. Мою машину все в городе знают, в том числе гаишники. Да, я езжу тонированным. Это мое личное дело. Сейчас жара. Да, меня штрафуют. Я честно плачу штрафы. И вообще, я его не подрезал. Я пытался остановить. Он ехал в правом ряду, я в левом. Он останавливался, потому что у него ямы там были», — объяснила Екатерина Божеца. Владелец регистратора Александр подтвердил, что показывал палец водителю Хавейла. Цитата. «Эмоции вылились наружу после того, как человек повел себя так, на дороге. Подрезал, потом в учителя начал играть. Догоняет, сигналит. Чуть стекло кулаком мне не выбил. Кто дал ему право женщине руку заламывать, отбирать телефон?» — возмутился Александр.